Итак, трансжиры. Про них слышали все и уверен я, что в негативном ключе. Но мало кто понимает, что это за зверь такой. Собственно, поэтому вы и здесь. И сейчас я вам расскажу, зачем пищевая промышленность создала яд, почему за это дали Нобелевскую премию, причем здесь соя, а также что означает приставка «транс» и каких продуктов нужно опасаться. Меня зовут Иван Миренков и вы на канале «Чуть-чуть о науке». И, конечно же, огромная благодарность вот этим людям для начала, которые финансово поддерживают канал, а также всем тем, кто поддерживает лайком, комментарием, репостом, просмотром, в общем, всем чем угодно. Спасибо вам огромное, но если вы захотите поддержать канал финансово, в чем я бы очень хотел, чтобы вы так сделали, то все ссылочки будут в описании. А теперь представьте начало прошлого века. Дела у человечества идут не очень-то и хорошо. Народу много, медицина на нуле, и с производством пищи все тоже очень плохо. Люди питаются как попало и чем попало. Многие продукты, которые мы сейчас знаем, в то время были вообще недоступны. А те продукты, что были, быстро портятся и становятся источником инфекций. Кстати, у меня на канале есть выпуск про то, как человечество вообще боролось за сохранность продуктов, про консерванты, в общем, с чего все начиналось и к чему все в итоге пришло. Обязательно посмотрите, ссылочка будет также в описании и в конце ролика. И вот в пищевой промышленности появляется соя. Это дешевый источник белка, который так жизненно необходим любому человеку. Тут же огромные участки земли превращаются в соевые плантации и сою начинают производить просто в каких-то немеренных масштабах. Но соя это не только белок. Соя это еще и жир, который остается после переработки. И его остается очень-очень много. Но что с ним делать? Проблема здесь в том, что это так называемое соевое масло, так как и почти все растительные масла, оно жидкое. А это значит, что его трудно транспортировать и оно довольно быстро портится в сравнении с твердыми животными жирами. Но вот если так задуматься, а в чем принципиальная разница между жидким жиром и твердым жиром? Если посмотреть на молекулу жира, то одна из ее частей это вот такой длинный хвост из атомов углерода. Это так называемый остаток жирной кислоты. И конечно же он может состоять из разного количества атомов углерода, поэтому он может быть длиннее или короче. Также в этом хвосте могут быть различные ответвления, поэтому разнообразие жирных кислот просто огромное. Однако сейчас нас будет интересовать немного другой момент. Если вот в этом хвосте все атомы углерода между собой будут связаны только одинарными связями, то такой жир будет называться насыщенным. И его основная приколка заключается в том, что вот эти вот хвосты углеродные, они будут практически прямые, а значит они смогут очень плотно друг с другом укладываться. И из-за этого практически все насыщенные жиры при комнатной температуре твердые. Однако если в этой цепочке вместо одинарной связи где-нибудь будет двойная связь или в нескольких местах, то такой жир, во-первых, будет называться уже ненасыщенным, а во-вторых, в этом месте, где атомы углерода будут связаны двойной связью, эта молекула должна будет изогнуться. Почему она должна так сделать? Это уже вопрос другой и для понимания всей ситуации нам сейчас он будет не так важен. Самое главное, что нужно знать, что молекула может изогнуться в двух вариантах. Вариант первый, это когда у нас относительно двойной связи, она у нас будет вот здесь. Два конца, они загибаются в одну и ту же сторону. Это называется цис-конфигурация. И второй вариант, это когда вот эти вот концы, они повернуты в разные стороны. Это как раз и есть та самая трансконфигурация. И основное различие между этими конфигурациями заключается в том, что молекулы в цис-конфигурации, они не могут плотно упаковаться из-за того, что молекула получается очень изогнутая и объемная, и другие молекулы, они не могут к ней подступиться. Они все-таки вот все в раскоряк. С другой стороны, трансконфигурация, она, хотя казалось бы, она тоже изогнутая, но на самом деле она не такая уж и изогнутая-то получается. И вот в этом есть главное отличие, что трансконфигурация, она может упаковаться значительно-значительно плотнее. А это все значит, что если в составе масла будет много ненасыщенных жиров и при этом в цис-конфигурации, то такие молекулы, они не смогут плотно упаковаться, и поэтому в принципе это масло будет жидким. А если же в составе масла будут в основном ненасыщенные жиры или же жиры будут в трансконфигурации, то уже тогда там молекулы смогут плотно упаковаться и тогда такой жир уже будет твердым. Теперь же возвращаемся к жидкому соевому маслу. Как мы выяснили, в его составе преобладают ненасыщенные жиры, преимущественно в сысконфигурации, поэтому она собственно и жидкая. Но вопрос такой, а можно ли его сделать твердым? Ответ да. Дело в том, что двойные связи в ненасыщенных жирах можно насытить. Этот процесс называется гидрогенизация. И суть его в том, что атомы водорода, они как бы насыщают двойную связь и превращают ее из двойной в одинарную. В итоге наш длинный хвост, он выравнивается, потому что у него пропадают двойные связи и пропадают те самые цисы и трансизгибы. И поэтому уже такая молекула может плотно упаковаться и жир становится твердым. Собственно, саму возможность этого превращения открыл французский химик Поль Сабатье, за что и получил заслуженно нобелевскую премию. То есть смотрите, что происходит. Мы берем жидкое соевое масло, его гидрогенизируем и получаем твердое масло, которое можно уже дальше без проблем использовать. Это была настоящая находка, способная улучшить качество жизни многих людей. Новый продукт, вот этот твердый растительный жир, в отличие от сливочного масла или топленого сала, был гораздо дешевле и доступнее. И поэтому уже к середине века он вытеснил с рынка все другие твердые жиры. Однако главная хитрость этого процесса гидрогенизации заключалась в том, что не было необходимости насыщать все двойные связи, чтобы жир в итоге стал твердым. Поэтому в промышленности этот процесс никогда не доводили до конца. Собственно, зачем тратить лишние ресурсы, если достаточно насытить лишь часть двойных связей, чтобы получить масло нужной структуры и консистенции. И в итоге это сыграло злую шутку. Получается, что вот в этом растительном жире, даже несмотря на то, что он твердый, все равно остается еще достаточно много ненасыщенных жиров. И вот мы подобрались к самому главному. В исходном жидком соевом масле практически все молекулы были в цис-конфигурации. Но в процессе гидрогенизации, помимо того, что у нас идет насыщение двойных связей водородом и превращение их в одинарные связи, также идет еще второй процесс. Это процесс, когда у нас молекула из цис-конфигурации, она превращается в трансконфигурацию. То есть у нас двойная связь, она не насыщается, а просто идет изменение геометрии. И такое превращение, оно возможно, потому что вообще говоря, трансконфигурация это более устойчивое состояние молекулы. А природа, как мы знаем, она всегда стремится в свое более устойчивое состояние. Поэтому, когда в процессе гидрогенизации мы закачиваем систему энергию, то, конечно же, часть этой энергии тратится на насыщение двойных связей. Но также часть этой энергии тратится на изменение конфигурации с цис на транс. В итоге, после гидрогенизации мы получаем не просто практичное твердое растительное масло, а мы получаем масло, богатое трансжирами, которые мы сами же и сделали. И, как выяснилось позже, это не есть хорошо. Что же плохого в трансжирах? Представка «транс» на самом деле не означает ничего плохого там внеземного или искусственного. Это простой химический термин, который обозначает лишь то, что у нас концы молекулы около двойной связи смотрят просто в разные стороны. Вот и все. И на самом деле нет. Трансжиры не являются каким-то кошмарным изобретением химической промышленности или ярким примером безответственности властей. Трансжиры известны людям уже довольно давно. Дело в том, что эти так называемые неправильные жиры содержатся в мясе или других продуктах, которые делают травоядные животные. На самом деле не только травоядные животные, потому что даже в грудном молоке человека также можно встретить определенное количество трансжиров. И это вполне себе натуральное производство, которое не имеет никакого отношения к пищевой или химической промышленности, а скорее связано с биологией. В пищеварительной системе этих травоядных животных происходят процессы, примерно аналогичные тому, что происходит в химическом реакторе на маргариновом заводе. Только здесь орудуют бактерии, именно они превращают жиры. Так в натуральном коровьем или козьем молоке может содержаться до 9% трансжиров, в зависимости от питания и образа жизни животного. И это на самом деле не так уж и мало. Так, например, в России в заменителях сливочного масла, в так называемых спредах, разрешено содержание трансжиров до 8%. А во многих странах вообще нельзя в продуктах пищевой промышленности, чтобы содержались трансжиры. Впрочем, спреды сегодня делают уже в основном из пальмового масла, в котором вообще говоря нет трансжиров, а все насыщенные жиры находятся в цисконфигурации. И, кстати говоря, забавный факт, что молоко от деревенской коровы, которая там басется на прекраснейшем лугу, там в суперэкологически чистом районе, будет содержать гораздо больше трансжиров, чем молоко от промышленной коровы, которая находилась все это время в стойле. Да, вопреки какому-то всеобщему распространенному мнению, свободный выпас коровы не делает ее молоко или мясо полезнее. По крайней мере, с точки зрения жирно-кислотного состава. Трансжиры также есть и в человеке, как я уже говорил, они есть в грудном молоке матери, и они ничем не лучше и не хуже тех искусственных, которые можно обнаружить в каких-нибудь растительных спредах. Еще один источник трансжиров в нашей пище – это кулинария. Любое приготовление пищи с использованием высоких температур, там запекание или обжаривание, там во фритюре и так далее, все это приводит к тому, что у вас цис-конфигурация меняется на транс-конфигурацию, потому что вы закачиваете в систему дополнительную энергию, которая система тратит, собственно, на то, чтобы перейти в более устойчивое положение, которое является транс. Так все-таки, чего же нам ждать от трансжиров? На сегодняшний день точно известно, что потребление трансжиров увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно же, этот риск гораздо меньше, чем риск, например, от курения. Но, тем не менее, он существует и с ним можно бороться. Например, методами госрегулирования, когда ограничивается верхняя планка по содержанию трансжиров в продуктах. Однако, это все касается только промышленной еды, например, того же самого маргарина, потому что в них мы можем контролировать, собственно, содержание трансжиров. Но это не распространяется на продукты натурального происхождения, такие как молоко или мясо. К сожалению, наука пока точно не знает, как конкретно трансжиры ухудшают наше сердечное здоровье. Предполагается, что все это взаимодействие идет через плохой и хороший холестерин. Если ты не понимаешь, о чем я, то тогда добро пожаловать в видео про холестерин, которое выходило неделю назад. Ссылка будет в описании. Помимо этого, есть еще определенные опасения, которые пока что не подтверждены 100%, что трансжиры могут повышать риск развития каких-то депрессивных состояний, ожирения, диабета и акне. В то же время, в ходе научных исследований, не было подтверждено и не было обнаружено взаимосвязи между потреблением трансжиров и болезнью Альцгеймера, раковыми заболеваниями и бесплодием. Что же все-таки хочется сказать в конце? Да, действительно, несколько десятков лет назад трансжиры были большой проблемой. Но в большинстве стран давно действуют допустимые нормы по содержанию трансжиров в продуктах пищевой промышленности. Поэтому сегодня в рационе среднего жителя развитой страны потребление трансжиров не превышает рекомендованной нормы Всемирной организации здравоохранения, а именно 1% в пересчете на энергетическую ценность. При этом значительная часть всех съеденных трансжиров таким самым средним жителям это так называемые ненормируемые жиры, которые он получает из натуральных источников, таких как молоко, масло, мясо и так далее. А трансжир это всегда трансжир вне зависимости от источника его происхождения. На этом у меня все, встретимся через неделю. Обязательно нажимай на колокольчик при подписке, чтобы получать уведомления. И поддерживай канал финансово, чтобы выпуски выходили еще лучше и качественнее. Все, всем спасибо, пока!